О нехирургических методах лечения избыточной массы тела и ожирения. Существует простая формула в борьбе с избыточным весом. Меньше ешь и больше двигайся. Но эта формула работает тогда, когда человек придерживается ее постоянно и безоговорочно. Систематическое ежедневное уменьшение суточного рациона на 500-600 калорий по сравнению с физиологической нормой потребления для данного пациента обеспечит непременный успех лечения. Но это произойдет только в том случае, если вносимые ограничения в рацион будут носить систематический характер. Те пациенты, которые способны пересмотреть и изменить свой образ жизни и стереотипы питания могут добиться весьма неплохих результатов. К сожалению, мировая практика показывает, что большинство из тех, кто страдает тяжелой формой ожирения, не в состоянии сами радикально поменять привычный образ жизни, поломать годами и десятилетиями формировавшиеся стереотипы питания и пищевого поведения, преодолеть патологическую пищевую зависимость. Лечение с помощью дозированных физических нагрузок ставит целью увеличить энергозатраты. Любой вид физической активности приветствуется, однако при наличии выраженного ожирения и присоединении сопутствующих заболеваний физические нагрузки следует дозировать правильно, для чего необходимо участие опытного методиста по лечебной физкультуре. Методы диетотерапии предусматривают лечение с помощью сбалансированных низко- и сверхнизкокалорийных диет. Такое лечение наиболее целесообразно проводить в условиях стационара, поскольку в привычных для пациента домашних условиях точное исследование рекомендациям специалиста-диетолога вряд ли будет возможно. Лечение с назначением сверхнизкокалорийных диет должен проводить квалифицированный специалист. Не допускается самолечения путем длительного голодания. Медикаментозная терапия Несмотря на большое количество препаратов и пищевых добавок, рекомендуемых в том числе средствами массовой информации, на сегодняшний день для снижения массы тела в мире широко применяется в основном два вида лекарственных препаратов. Первое. Препараты центрального действия направлены на подавление аппетита. Лечение этим препаратами должен проводить специалист-терапевт с учетом возможных ограничений и противопоказаний к лечению. Во многих странах препараты данной группы запрещены к применению из-за высокой вероятности побочных эффектов на сердечно-сосудистую систему. Во-вторых, препарат ксеникал, действие которого направлено на уменьшение всасывания пищевого жира в кишечнике. Ксеникал препятствует усвоению до 30% пищевого жира, поступающего с продуктами питания, поэтому необходимо иметь в виду высокую вероятность диареи, иногда достаточно выраженной на фоне приема препарата. Указанные препараты должны применяться системно и в течение длительного времени, в противном случае их использование лишено смысла. Психотерапевтические методы воздействия направлены на формирование отрицательных эмоций, чувства страха к злоупотреблению пищей с повышенной энергетической ценностью, так называемое мотивированное эмоциональное внушение. После одного или нескольких сеансов психотерапии пациент должен ограничить свой рацион за счет запретных продуктов. К сожалению, со временем возникает эффект привыкания к психотерапевтическому воздействию, что не дает возможности рассчитывать на пожизненный эффект снижения массы тела при данном виде лечения. Цель рефлексотерапии путем головокалывания воздействует на рефлексогенные зоны, что в итоге призвано способствовать снижению аппетита.